По поручению главы Карачева-Черкесии Рашида Темрезова была организована встреча группы беженцев из Палестины. 40 человек, минувшие ночью, прибыли на железнодорожную станцию Невиномыска. Далее, в сопровождении специальных экстренных служб реагирования нашей республики, они отправились в Тиберду. Подробности в сюжете Артур Мхце. На перроне железнодорожного вокзала Невиномыска всё готово к приёму гостей из дальнего зарубежья. Специалисты экстренных служб реагирования Карачаев-Черкесии и представители регионального правительства в ожидании беженцев из сектора газа. По поручению главы республики Рашида Темрезова, для спасающихся от войны людей было подготовлено всё необходимое. Два дня назад специальным бортом МЧС они были эвакуированы из Египта в Москву бортом МЧС. И сегодня, при сопровождении МЧС, они прибывают на станцию Невиномыска, где мы их будем встречать. Всего прибывает 40 человек. Из них 26 человек – это дети, 14 человек – взрослые, 12 женщин, двое мужчин. Вот такой контингент мы будем встречать и размещать у себя в Карачаево-Черкесии. Звучит оповещение о прибытии поезда Москва-Нальчик. Сотрудники регионального управления МЧС помогают людям вынести на улицу вещи и самых маленьких пассажиров. Затем, настороженно озираясь по сторонам, на платформу спускаются и взрослые. Заметно, что свой отпечаток оставили события последних недель у них на родине. Они все были готовы, да, они подготовили теплые вещи, они тепло встретили их во всех точках прибытия. И... Что? И вещь... Малабису Акина и Мунджами. А, все было готово, и еда, и одежда, и вещи, и все остальное. Ахмед от лица сограждан Палестины признателен за радушную встречу, счастлив оказаться здесь. Карачаево-Черкесия, как принимающая сторона, имеет немалый опыт в обеспечении беженцев всем необходимым. Мы уже алгоритм работы с этой категорией, с детьми, вопросы, связанные с размещением, их пребыванием непосредственно в пансионате, создали условия для молебной комнаты, создали условия для того, чтобы они могли полноценно отдохнуть. Но, естественно, мы предполагаем организовать и учебный процесс для детей с учетом их потребностей. Далее колонна автобусов с беженцами в сопровождении сотрудников МЧС, МВД, службы медицины катастроф отправилась в гостиницу «Эдельвейс», где они смогли передохнуть после длинного пути и отведать блюда от местных поваров. Конечный пункт назначения – пансионат «Джемчужина Кавказа» в Тиберде, где уже все готово для размещения и пребывания гостей из Палестины. Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Артур Маха-Джемчужина